Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с представителями сферы образования. Обсудили основные темы ежегодного обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева. Какие планы в ходе встречи были намечены вместе с педагогами, расскажем в нашем сюжете. 48 тысяч обращений люберчан поступило на портал Добродел в прошлом году. Основная задача администрации – прямая связь с населением и оперативное реагирование на все возникающие вопросы. Мы стремимся отрабатывать обращения наших жителей, как будто житель пришел на личный прием. На встрече с педагогами глава округа Владимир Ружицкий обсудил ряд тем, касающихся не только профессиональных вопросов, но и планов в сфере благоустройства, ЖКХ и экономики. Так сегодня в состоянии ремонта 35 люберецких дорог. Окончить работы планируют в конце августа. Я могу точно сказать, люберцы через года три, это будет совершенно другой город, совершенно другим движением. Тем более сегодня в реконструкции Урал. Сферу образования обсудили более подробно. Глава рассказал о ходе строительства новой школы в жилом комплексе Люберецкий на улице 8 марта. Задача властей – в ближайшие 2-3 года перевести образовательное учреждение Люберец на одну смену обучения. Новые школы помогут в решении этой проблемы. Отдельно коснулись темы детских садов. Учреждения образования ежегодно получают хорошее финансирование на текущий ремонт, на приобретение оборудования, на техническое переоснащение, за что вам большое спасибо. Но интересует вопрос по поводу капитального ремонта 12-го детского сада, который был закрыт, поселок Октябрьский. Документы направлены в Министерство образования. Капитальный ремонт данного детского сада включен в программу и на следующий год будет произведен капитальный ремонт. Мы просим, чтобы сдвинуть был в этом году, чтобы начали. Но на следующий год он уже в программе. Это точно. Помимо улучшения условий обучения детей, особое внимание уделили материальной поддержке работников сферы образования. Все вопросы, возникшие у педагогов, взяли на карандаш. Возможно ли получение каких-то льгот молодым семьям, работающим в образовании, на приобретение жилья? Вот молодая семья, у нас есть программа, ведет ее Сыров Андрей Николаевич. Давайте вот мы что сделаем. У нас в образовании много молодых людей. Сделаем какую-то памятку Виктору Юрьевне, я скажу Сырову, Ирина Геннадьевна. Дать и отдать в учреждения, чтобы люди понимали, что нужно, что необходимо, какие документы собрать. В ходе беседы глава обратил внимание на эпид-обстановку в округе. В связи с ухудшением ситуации за сферой образования будет установлен особый контроль. Нам, Виктория Юрьевна, надо просто сделать какую-то статистику по образованию по каждой школе, переболевшие, вакцинированные и не вакцинированные. Мы эту задачу ставим среди медиков, среди муниципальных работников, ну и среди образования. Задачи поставлены, все вопросы педагогов взяты в обработку. Вакцинация от вируса COVID-19 продолжается. Прививку можно сделать в пунктах, расположенных в торговых центрах округа. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.